доброе утро дорогие друзья вы на канале питомника мари мистик это наша боня рица вчера мамочка спрашивала как она себя чувствует вот так вот выглядит ее шрамик чувствует себя боня рица замечательно отпускаем боню рицу и показываем ратибора да где то там вот она бьется 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 а dunno вот такой красавчик тихо 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 так такой красавчик у нас не драться не драться не драться тихо 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 ну что ж такое он много сейчас отпустим мамочки тебя покажем какой-то у нас красивый и отпускаем все И сейчас я хочу сказать огромное спасибо подписчице нашего канала Надике, которая очень много всегда пишет мне добрых комментариев, добрых сообщений, личные сообщения, советы дает наш подписчик и друг нашего канала на спонсорские взносы, которые Надика присылает. Посмотрите какой мешок вкусняшек мы купили для наших чихуашек, это натуральные лакомства от фирмы лакомства для собак РФ, покупаем в нашей ветеринарной клинике, это лакомство трахеи прямого высушивания, в соседней комнате мы уже такой же мешок раздали нашим взрослым собачкам, а это будем сейчас угощать малышей, да, да, всех будем малышей угощать, вот Боня Рица как она играет, Она еще не видит даже, что, вот Боня Рица, как она себя ведет, Боня Рица после операции не прошло еще, так, еще даже не видит, что дают вкусняшки, еще не все поняли, что дают вкусняшки. Еще кто чем занят, начинается, да, драка, 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 как всегда. Сразу кучкой кидай, будет проще, чем так, они будут сейчас из-за каждого кусочка драться, да, весь пакет не надо, это много для малышей. Постепенно проще добавлять. Все равно будут драться, все равно сейчас кто-то у кого-то что-то будет отнимать, ну, вот так. Поэтому огромное спасибо, дорогие друзья, всем, кто присылает нам донаты на вкусняшки для наших чихуашек. Наши ребята, как вы видите, очень счастливы и довольны этим вкусняшкам. Да, у нас есть сушилка, и мы можем готовить это сами, но все дело в том, что не всегда у нас есть время и возможность купить сырой продукт. Это субпродукты, из которых мы можем высушить вот домашние лакомства для наших чихуашек. Мы живем в деревне, я вам напоминаю, поэтому тут тоже как бы не все так просто. Мне до поселка, хотя бы до поселка 7 километров. Так что все ребятки чувствуют себя отлично. Дай-ка сюда еще одну пеленку, вот там вот лежат. Вот так вот говорят, Надейка, спасибо, мы держим двумя лапушками вот такую вкусняшеньку и кушаем. Это маленькая усладочка, которая находится в продаже. Вот так вот с удовольствием, скажи, кушаем. Нам нет еще и трех месяцев. Это Ратиборчик, который скоро переедет в новый дом. Это Мерланчик, который находится в продаже. Боня Рица, которая уже через недельку, 25-го, отправляется в новый дом. Так же, как Радмир. И вот Ратибор, пусть мамочка напишет. Мы через вот несколько дней везем в город красавицу Боню Рицу. Радмира в новый дом везем. И вопрос с Ратибором. Мы его, как вы видите, кастрировали вчера. Мы можем его так же отвезти в новый дом, в город, я имею ввиду, 25-го. Какого числа нам везти? А ты посмотри, Боня Рица дерется с Радмиром из-за вкусняшки. Как вы видите, ребята у нас, как всегда, активны, бодры и веселы. Никакие операции нам не помеха. Вопрос к мамочке Ратибора. Когда его готовы забрать? В каком числу нам готовится везти его в новый дом? Потому что сейчас, как раз-таки, спасибо будущим владельцам, вот даже уже не будущим, а настоящим владельцам наших щенков, которые зарезервировали своих малышей и вот скоро их заберут в новый дом, на эти деньги мы сейчас будем заказывать новые лежаки для наших питомцев и корма. Потому что у нас в связи с удаленностью от города приходится все заказывать, ждать, когда это все будет, и потом забирать. И стараемся это сделать вот в одну поездку, чтобы не взад-перед все это кататься, возиться. Заказываем много лежаков, потому что у нас это, как я говорила, уже расходный материал. Лежаки у нас рвут просто нещадно, ребята. Все это идет на мусор, ничего это нереально заштопать, потому что мы бесконечно их стираем, практически ежедневно, особенно в комнате, где растут маленькие щенки. И, конечно же, этот материал, ну не настолько он долговечен, а все попрятались, все вкусняшек набрали, все насобрали. Вот, поэтому я хочу на вот сейчас, на деньги с проданных щенков заказать в запас побольше кормов. Корма, чем старше становятся щенки, тем больше, конечно же, у нас уходит кормов на них. В соседней комнате у нас ребята, которые с июля месяца у нас живут, там они уже вообще кушают, как взрослые собачки. Малыши тоже не отстают, как вы видите, кушают и вкусняшки, и просто корма кушают, поэтому нам все это приходится покупать в запас. Мы сейчас, вот скажем так, закупили вот этих вкусняшек, лакомства этих, вот, раздали вот сейчас первую партию, как только они ее доедят, у нас сразу пойдет вторая партия наших запасов. То есть мы стараемся все покупать с запасом вперед, потому что нет возможности вот так, как если бы мы жили в городе, выйти, пройти в зоомагазин и все это купить. Поэтому лежаки будем заказывать, корма будем заказывать, берем мешками по 20 килограмм, значит, лежанки обязательно с запасом. Впереди лето, значит, ребята будут гулять, будут с улицы приносить и песок, который у нас тут, пляж такой около бассейна для собачек. И может быть, вот все-таки в этом году мы с папой придумаем рядом с этим пляжиком какую-то, сделаем, может быть, из досок, я думаю, что-то такое, чтобы они лежали там, загорали повыше от песка, травы и так далее. Потому что все это несется в дом. Мыть после прогулки каждый нереально, так как дверь на улице у нас летом открыта постоянно. То есть они сами забегают в дом, сами убегают, и, соответственно, все лежанки нам приходится часто стирать, от чего они тоже, конечно, изнашиваются. И для нас это, повторяю, такой расходный материал. Мало того, что щенки его, ратибор, отнимает от услада вкусняшку, вот рядом лежит вкусняшка, да, но надо отнять ту. Что, Мишута, а тебе не нравятся эти вкусняшки? Что ты ходишь? Так что на сегодняшний день у нас все здорово и замечательно. Все себя чувствуют отлично. Вот здесь вот, пожалуйста, кушает наша Боня Рица. С Тамерланом две рыжие попочки выставили. Тут же Тефи с вкусняшками. Юлечка Кису. У Слада играет с этой вкусняшкой, кидает ее. Ратиборчик там кушает. Просьба к мамочке Ратибора, напишите мне, либо в комментариях, либо в смс-очке, либо в личные сообщения ВКонтакте, к какому числу нам готовить Ратибора к поездке в город, к какому числу вы возьмете билеты. Я понимаю, что все это не от вас зависит от билетов. И мы тогда тоже подгадаем, на какой день нам лежаки заказать, корма заказать, чтобы все это было одной поездкой. Так как мне все равно еще 25-го мы повезем Радмира, Боню Рицу в город. И надо везти малышей Юли на вторую прививку и чипирование. Им исполнится три месяца. Поэтому вот как-то так. С учетом, что у нас дорога до города и обратно занимает по факту целый день. Целый день щенки в дороге. Поэтому не хочется лишний раз это все разбивать на несколько каких-то поездок. Стараемся сделать это как-то все дружно. Да и не хочет, значит, потом. Если сегодня будет хорошая погода, будет сегодня прогулка чихуашек. Если вам интересно, оставайтесь с нами. Не пропустите новые видео о жизни наших питомцев. На этом я с вами прощаюсь, но ненадолго. Всем пока-пока и до новых встреч. До новых встреч. До новых встреч.